Украина. Украина уже победила, она уже не пройдена и не будет пройдена никогда. Потому что весь народ защищает свою страну, защищает свободу и защищает сопредельные страны тоже. Что касается планов его, конечно, это же как зверь, напившийся крови. Если он проходит первый пастион, он идет дальше. Конечно, Путин очень хотел бы завоевать страны Балтии, он их тоже ненавидит. Польшу ненавидит страшно, Молдову ненавидит. Конечно, он бы хотел взять эти страны, а заодно и Грузию, Армению, мало ли еще что он хотел. Но, слушайте, хотеть не вредно, вредно не хотеть. Да, я знаю, что идет вербовка среди сирийцев, им предлагают 1800 долларов в месяц, предлагают доступных, как они говорят, украинских женщин и так далее. Ну что ж, любые наемники, которые придут на украинскую землю, будут точно так же со стервенением уничтожены, как и россияне, которые к нам пришли. Поэтому добро пожаловать в ад. Дорога открыта. Смотрите, Путин это Гитлер в современности, это лидер фашистского государства. Россия сегодня фашистское государство, абсолютно нацистско-фашистское государство. И велика роль в этом российской пропаганды. Это современные геббельсы. Соловьев, Скобеев, Попов, Дмитрий Киселев, Симоньян, Киосаян. Это подонки, подонки, это информационный спецназ, который в течение 8 лет каждый день в прайм-тайм на всех федеральных каналах зомбировал неокрепшие умы простых россиян. Россияне, есть YouTube, есть другие еще незакрытые у вас социальные сети. Сравнивайте, наблюдайте, думайте, включайте голову, наконец. Они бы поняли, что все не так. Может быть, пустые полки ваших магазинов, которые в скорости будут. Может быть, всплеск цен на все. Может быть, курс рубля. Может быть, то, что вы никуда не сможете скоро поехать. Ваши карты заблокированы. Самолеты не вылетят. Может быть, то, что железный занавес опустится на ваши головы, на ваши ноги, на ваше все. Может, тогда вы что-то включите. И, может, еще не будет поздно. Россия – щедрая страна. Помните, реклама была такая. Россия – щедрая страна. Она щедрая не по отношению к своим жителям, гражданам. Нет. В этой стране, где так прекрасно продается нефть и газ, огромное количество школ не имеет даже туалета внутри. Не говоря уже о простых гражданах. Люди ходят на улицу в скворечнике. Но что касается подкупов агентуры, в том числе на Западе, что касается пропаганды, вот тут никто не жалеет денег. Но писала же газета «Собеседник» российская, что Соловьев получает миллион долларов в месяц. Миллион долларов в месяц за свой поганый черный рот, который, чтобы он скорее был ему наоборот. И не случайно же откуда-то у него взялись две виллы на острове Кома, которые сейчас просто на них наложен арест. Не случайно же у них деньги такие большие, такое количество недвижимости. Это государство за их вранье целенаправленное дает им возможность хорошо жить. И они отрабатывают эти деньги. Я считаю, мое мнение, что вина Соловьева, Дмитрия Киселева, Скобеева и так далее, ничуть не меньше, чем вина Путина. Это одинакового масштаба преступники, военные преступники, которых нужно судить по законам военного времени. Это русские фашисты, которые, начав войну против народа Украины, они ее начали и против народа России. И то, что произойдет с Россией, в первую очередь с Россией, это тоже на их совести. Вы знаете, когда-то Михаил Задорнов, с которым мы дружили, писатель-сатирик российский, сказал мне, единственно правильный лозунг у нас на всех станциях метро висит. Выхода нет. Вот здесь выхода я не вижу. Ну, давайте анализировать вместе. Есть Путин. Путин надеялся, не надеялся, а рассчитывал взять Украину за 2-3 дня. Потому что ему доложили... Во-первых, его водили, конечно же, за нос его соратники ближайшие. Они разворовывали, тупо разворовывали все эти годы армию. Мы же видим, какая рухлядь пришла на украинскую территорию, как все горит и пылает. Мы видим бронежилеты российских солдат. Там же внутри картон. То есть они до такой степени все разворовывали. А докладывали ему, наверное, товарищ верховный главнокомандующий, армия боеспособна как никогда. В Украине там все у нас куплено, перекуплено, народ встретит с хлебом с солью. Вот он рассчитывал на то, что в течение 2-3 дней благодарные жители Украины выйдут на улицы городов и сел, будут встречать победоносную российскую армию хлебом с солью. Он быстро проглотит эту непокорную Украину. И на этом дело закончится. И все скажут, великий Путин. У нас есть поговорка, не так сталося, як гадалося. Не так вышло все, как он предполагал. В результате, какие у него пути отступления у Путина? Для него сегодня признать, что у него не получилось, это смерти подобно. Это завтра к нему придут, его же товарищи, с пистолетом в руках или с ядом. Поэтому он не может остановиться. У него нет возможности сделать остановку. У него одна возможность пулю в лоб пустить, больше ничего. Поэтому где предмет переговоров? О чем? Украина не может уступать тоже ничего. После такого сопротивления, после такой крови, после разрушенных жилых кварталов Харькова, Мариуполя, после ударов по Киеву таких. Ну о чем речь? Поэтому я не вижу точки соприкосновения. Я не понимаю, где она, возможно ли она. Поэтому я не верю в успешные переговоры. Поднимайте Россию. Чем быстрее встанет Россия, тем быстрее закончится война, и тем скорее Россия будет свободна. Отдаляйте крах России.